Давайте мы начнем. Добрый вечер. Спасибо, прежде всего, что пришли, несмотря на такую погоду. Для того, чтобы, прежде всего, наверное, поговорить, безусловно, хотелось бы видеть больше народу. Но вот у нас такая активность. Как правило, приходят, потом начинают возмущаться, что что-то идет не так, да? Но при этом, когда проходят встречи, когда есть возможность поговорить, народ не очень идет на эти встречи. Коротко отчитаемся о том, что сделано. Год депутатский корпус отработал в городском совете. Депутатский корпус в большинстве своем, в принципе, изменился. Большинство новичков в городском совете депутатов. Поэтому этот год, наверное, для многих был годом становления. В работе был избран председатель городского совета, заместитель председателя городского совета. В начале работы городского совета мы выходили с инициативой, которую поддержали депутаты о том, чтобы заместитель председателя городского совета не получал денежное вознаграждение за свою работу, не был на освобожденной должности. Поэтому эта инициатива была поддержана. Сегодня в городском совете депутатов заработную плату получает председатель городского совета, заместитель председателя городского совета заработную плату не получает. Были сформированы профильные комиссии, определены председатели, заместители, председатели профильных комиссий. К огромному сожалению, наверное, ни председатель, ни заместитель председателя в данных комиссиях не является представителем партии «Патриоты России». Председатели – это представители партии «Единая Россия», которые, в свою очередь, назначили по большому счету себе и заместителей. Когда мы шли на выборы, мы говорили о том, что мы будем открыты перед своими избирателями, будем отчитываться ежегодно перед своими избирателями. И говорили о том, что мы выйдем с инициативы внесения изменений в регламент городского совета, это о том, чтобы каждый депутат городского совета отчитывался ежегодно, не через публикацию информации в средствах массовой информации, а путем проведения встреч, когда каждый депутат может посмотреть в глаза своим избирателям, сказать о том, что получилось сделать, а что сделать, к огромному сожалению, не получилось. Данная инициатива была поддержана, в принципе, частично, то есть в регламенте сегодня есть обязанность депутата ежегодно отчитываться, но не прописано как. То есть, как сказал Сергей Александрович Сетов, депутат может отчитаться и посредством статей, и иллюстраций. Но вот мы считаем, что это неправильно, поэтому в своей работе, как и обещали, мы выходим и отчитываемся именно, глядя людям в глаза. Говорили мы и о том, что мы выйдем с инициативой возврата прямых выборов главы города, мы выходили с такой инициативой, но партия «Единая Россия» нас в этой инициативе не поддержала, поэтому эта инициатива не прошла. В конце прошлого года депутатский корпус принимал, вот уже новый депутатский корпус принимал бюджет города на 2018 год, да, и два последующих года. Наша фракция не поддержала данный бюджет, потому что тогда мы уже говорили о том, что в этом бюджете нет необходимых средств на то же самое образование. Мы уже тогда видели проблемы, связанные с выплатой минимального разбера оплаты труда, и, как показала жизнь, мы оказались абсолютно правы, потому что на сегодняшний момент проблемы, связанные с выплатой заработной платы, есть. Как в образовании, в культуре, в спорте. Постоянно приходят люди на прием, сообщают о том, что их заставляют переходить на 0,5 ставки, 0,25, 0,75. Для кого это не секрет, что это происходит. Вот, но, как правило, власти объясняют это тем, что все приводит в соответствие с нормами и действующими законодательствами. Хотя мы понимаем, что это неправда, что это не так. Поэтому мы об этой проблеме говорили, мы тогда не поддержали этот бюджет, и сегодня мы настаиваем на том, чтобы люди, которые, в принципе, и так получают копеечную заработную плату, да, чтобы им хотя бы эту заработную плату выплачивали. Мы поставили о том, что происходит в городе Назарово с выплатой заработной платы депутатов Законодательного собрания Красноярского края, они об этом знают, и депутат Иван Александрович Серебряков от партии «Патриот России» знают об этом, знают об этом представители ЛДПР в Законодательном собрании. Кстати, хочется отметить, что с депутатом от ЛДПР в городском совете, у нас такой депутат один, Скурихин, представляющий ЛДПР, мы нашли общее понимание по многим важным и знаковым вопросам, мы голосуем, в принципе, одинаково. И знают об этом, о том, что есть проблемы с выплатой минимального размера оплаты труда, и представители партии «Единая Россия» в Законодательном собрании, в частности, Вера Оськина, буквально на прошлой неделе я ей об этом говорила, она приняла это сообщение. Ну, пока, кстати, ситуация, к сожалению, не меняется. Есть проблемы и в культуре, не только связанные с выплатой минимального размера оплаты труда, мы уже привыкли к тому, что очень часто мы слышим слово «оптимизация», мы все оптимизируем, оптимизируем, оптимизируем. И вот когда в конце прошлого года руководитель отдела культуры Николай Николаевич Гурулев рассказывал о реализации муниципальной программы в плане развития культуры, он говорил о том, что опять нужно оптимизировать, нужно сокращаться, тогда мы подняли тему того, что тогда, если вы уж сокращаетесь, то деньги, которые вы оптимизировали, сохранили, должны остаться в культуре, на то, чтобы вы потратили именно на те нужды, которые, те задачи, которые перед культурой стоят. Ну, тогда вроде услышали, Николай Николаевич сказал потом впоследствии, что администрация города сказала, что так и будет. Ну, вот пока мы не знаем, в конце года Николай Николаевич будет отчитываться о том, как отработала культура в 2018 году. Надеемся, что деньги, которые не сэкономили, все-таки в культуре и остались. Тема тарифов, она очень остро стоит, Николай Григорьевич отдельно на этом остановится, поэтому про тепло говорить я не буду. Могу сказать о воде, эта тема тоже достаточно злободневная, да, мы знаем, что тарифы у нас высокие, мы понимаем, что на сегодняшний момент уже водоканал города Назарова не скрывает о том, что они подали все необходимые документы в профильное министерство Красноярского края о том, что повышение тарифов на воду будет, но цифру точную они не называют, да, насколько все-таки поднимется та же самая вода. Поэтому мы на сегодняшний момент готовится документ в Красноярск, профильное министерство, в котором мы излагаем те факты, которые сегодня допускает водоканал, да, это те же самые штрафные санкции со стороны водоканала и к населению, к предпринимателям для того, чтобы профильное министерство, когда будут рассматривать вопросы, связанные с тем, что поднимать тариф в городе Назарова или нет, понимал о том, что в принципе жители города и так достаточно платят за воду. Благоустройство. Вы знаете, что много вопросов было, прежде всего, например, к благоустройству той же центральной площади, поэтому обращались в прокуратуру города Назарова, которая наше обращение приняла, рассмотрела, выявила и подтвердила, что факт нарушения при проведении работ по благоустройству центральной площади есть, было выписано представление в администрацию города Назарова. Кроме этого, были поставлены в известность депутаты законодательного собрания Красноярского края, которые в свою очередь обратились в министерство жилищно-коммунального хозяйства, чтобы те со своей стороны тоже все проанализировали и привлекли виновных к ответственности. Кстати, хочется отметить, что в прокуратуре города, благодаря в том числе фракции патриотов России, пришлось в этом году достаточно много поработать. Мы обращались с ним по разным вопросам, и не только в прокуратуру города Назарова. В качестве примера могу вам привести ситуацию, которая связана сегодня с бывшим лор-отделением. Вы знаете, что там окна разбили и батареи вынесли. Это было раньше собственностью города Назарова, и город Назарова эту собственность передавал краю. Мы передавали, в принципе, в хорошем состоянии данное помещение. Да, ну, требовало ремонта, но все-таки там были и батареи, и сантехника, и все необходимое. Но что мы видим сегодня? Мы видим, что там вынесли все, что можно вынести. Там даже дверей сегодня нет. Я о батареях не говорю. В связи с чем было направлено обращение в законодательное собрание Красноярского края. И вот буквально несколько дней назад я получила ответ, что те факты, которые мы установили, они имеют место быть. Вынесены все необходимые документы в адрес Министерства здравоохранения Красноярского края, чтобы привлекли к ответственности виновных лиц. Мы понимаем, это прежде всего Назаровскую районную больницу. И кроме этого направлено обращение уже даже не нами, а именно краевыми чиновниками, в адрес прокурора Красноярского края, которого просят разобраться в этой ситуации, почему краевую собственность на сегодняшний момент растаскивает. Другого слова сегодня нет. Поэтому это дело, безусловно, мы тоже доведем до конца. Много было вопросов, связанных с так называемой алкоголизацией населения. У нас в городе пьют, не будем это скрывать. Наверное, как и в многих других городах. Очень много спиртного продают и в павильонах. Светлана Валентиновна Ищенко, главный архитектор города, выходила к депутатам городского совета с предложением рассмотреть новое положение о нестационарных торговых объектах, о павильонах. Говорила о том, что торговать там спиртным не будут, включая пиво. У нас тогда мы, патриоты, воздержались при голосовании за данное положение, потому что оно было недоработано. Его необходимо было обсудить с общественностью, потому что в этом положении вопрос касался не только продажи алкогольной продукции, ну, например, и фруктов, и овощей. Мы видим, что очень много этой продукции торгуют непосредственно на улице, прямо рядом с дорогами, и всегда это вызывает вопросы, в частности, безопасности. В этой части у нас были вопросы, поэтому мы не голосовали. Но Единая Россия полностью поддержала данное положение, оно сегодня реализуется, но пивом очень долгое время, в том числе пивом, как торговали в павильонах, так и торгуют. Вот сейчас постепенно, благодаря в том числе нашей настойчивости, его стали убирать, но не везде, поэтому за этой темой мы дальше продолжаем следить.